МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ СПАДАРСТВА, ВЫГЛЯДІТСЯ БЕЛСАД И МЫ ПРАТЯГВАЕМ СІРЫЮ ПРАГРАМ ДЫСКУСИЙ, ПРИСВЄЩЕНЫХ ПАРАЛЬТЫЧНЫЙ КАМПАНІЇ ВЫБОРЫ 2015 У БЕЛАРУССИ Дзмитрий Гурневич, я, Павел Мажейка, працуем для вас у этой студии. Сьогодні мы запрашали у нашу студию усіх кандидатов президенты Беларуси, однак на наше запрашення отказала згода и только одна особа, это Татяна Караткевич, и сегодня витаем ее у нашей студии. Добрый вечер. Добрый день, Калина Асабра. Наша программа сегодня пройдет у формація таких свой особливых громадских слуханнёв. Мы запросили в нашу студию представников самых разностайных политичных партий, громадских организаций, женочных организаций, профсоюзов так само. Все вы зможете задать, коли захочете, зможете задать питание Татяне Караткевич. А пока, Татяна, теперь вы маете две хвилины от нас, чтобы звернуться до глядачого Белсата. Дякую, Великий, за запрашення и за такую махчимость. Я ще раз поконтактовать с выборщиками. Дякую, Великий. Я хочу вам нагадать, поважанное сподарство, что я, Татяна Караткевич, заявляюсь сегодня кандидатом в президенте Республики Беларусь, дякуючи поддержку инициативы народного референдума и тех 100 тысяч людей, которые поставили подписы в мою поддержку. Но не нужно списывать зулику и мой профессийный досвид, потому что от самого начала своей профессийной деятельности она была завязана на працу с людьми. Я учусь слушать людей, чуть их, поразуметь. А самое главное – допомогать. Лечу, что сегодня допомогать людям знаходить себе, развиваться. И есть самая головная мета державы. За два месяца, пока я была у этой кампании, и подчас сбора подписей, и в агитацию, я проехала 70 городов, сострелился со шмат ликой колькостью людей. Вы снова вельми простое. Громадство соспело до пирамены. И оно готовое. И навык представники Улады так само готовое. Але не готовы один человек. Это мой сегодняшний конкурент Александр Лукашенко. И именно поэтому сегодня нема воли внутри Улады. Тому я, Татьяна Караткевич, сегодня иду на гэтае выборы, как дать импульс пираменам. Так само с досвиду моих штудённых размовов с людьми зразумела, што тых людей сёння, уякие прагнуть пираменау большасть. Але ёсь пытанец и проблема, што мы пакуль не усвядомыли, што мы ёсь тая моц. Гэтаму перешкаджае и державное тэлі бачынне, и державная агитация. Мы выглядаем разъяднанами. Сябры, нам треба объеднацца. И зарабить так, как на выборчих участках Улада зауважила. Пироважную большинств тэх людей, які хочуть пирамену. Минна витатады, и они перестануть хлусить нам про то, что Украине всё добро, и пирамены не потрэбны. Нам сегодня потрэбны мирные пирамены, нам сегодня потрэбнен другий тур, и нам потрэбна пирамога. Дзяку велики вам. Сэбры, Татьяна, давайте пироде непосредно когда из месту нашей программы, пакуль першая час, когда грамадских слуханню, мы с Павлом дозволим себе неколькі пытанню вам дозвать. Першая пытання датычыць президентских выборов. Мы ведаем, што выборов у Беларуси нема. Беларусы, про гэта ведуюць, вы так сама про гэта уже говорили. И... Про гэта ведаю нават Ермошин и Лукашенко. Ну, и они бадай першые, хто про гэта ведали, и фактично своими поводзинами довели гэта. Скажите, клацька, сёня головная интрыга, гэта политычная кампанія ціздымеце вы сваю кандыдатуру? Неправда, нема такой интрыги. Все упэвнены, што я буду удзельничаць у гэта кампані... А ці вы упэвненая? А? Ці вы упэвненая? Я упэвненая. Этые люди, які сёня меня патрымливаюць, упэвненны, што мы будзем удзельничаць у гэта кампаніі и до дня выборов. А самое головное, и пасля. Таму што мы разом с нашай камандой домовіліся, што калі мы на гэтых выборах не промагаем, мы ідзем далі. І для нас гэта марафон за мирныя пираміны. Татьяна, вы нават, не змінюйте сваю думку, нават улічываючу тое, што у выборчих комісіях толькі мэньш за палаву процэнта гэта простовнікі оппозиційных партий-організацій. Удумайціся, мэньш за палаву процэнта? Не, не зміню. Для мене просто сёня головное, кап люди доведаліся, што дэмакратычна альтернатыва ёсць. За тое, што ёсць людзі, які працтавляюць ёе. А самая головная, што нас сёня большасць. Да, канешне, я ведаю, што галасы не лічыцца. Але у нас будзе махчымаць большасцю тых людзей, які дакажуть, што яны выбираюць іншую, не старую каманду, а новую, большасцю сваюх галасов дабіцца таго, ка праграма нашых пирамену выконываласе. Але вы навод скорысталіся ўже ка та махчымаццю, яка была пад час выборов і выступаючы і на державном талебачыні, і ў нас тут так сама. Данеслі сваю альтернатыву, паказалі, што така альтернатыва ёсць. Ну, пытані, чаму якбы не зняцца піра днём выборов, калі гэта, скажем, вашу дзел, пэвным сэнсце, вы становіцца такім, ну якбы, такім падзелам паміж аппозиціей. Я не становлюсь сьогодні па делам паміж аппозицій. Мені сьогодні більшість актівістів, різних організацій підтримливаю. Пра тое, вы кажете про тое, што мені не патримують някалькі чалавек. Я не сказав, што вас не патримують. Я сказав, дзепутання про дзел, не дзел. Добро, Татьяна, вы праехаліся, сами сказали, вельмі шмат гардов містечек під час кампаніі. Скажіть, скрігласка, яку аснованую праблему, яка єсть в нашій дзержаві, вы вынеслі з цих паїздок? Дякую, великі запитання. Тут шмат проблемів було виявлено, калі, яшы два гады таму назад, калі, распачалі кампанію народных референдумів. Менавіта тады, ми запиталіся ў людзі, які єсть праблему, і гэта праблему огучені сьогодні ў нашій праграмі. І сьогодні кожны дзень на наших сустрэчах, а я вот за пошні дні праехала 11 городоў, і гэта булі вельмі плённые сустрэчі, людзі запытываюцца і про працю, і про развіцю рейону, і чаму улады не меняецца. А таксама запытываюцца, чаму пенсії так аднолькава для ўсіх налічываюцца, калі адзін працюе шмат гадоў і на тяжкай працы, а адзін працюе на лёгкай, і гэта гдалі. І сьогодні одна праблэма, галовная. Галовная? Гэта выбарнаць улады. Дарычы, вас не пентажыць галасы вашых, ну, фактична, каляг, так, па демократычным лагерэ, након таго, што вы, як галовны апанэнта Лукашэнкі, ось ў гэтым спісі выбарчам, мало яго крытыкуецца, персанальна? Я достаткова яго крытыкую. Ва ўсіх сваіх выступах, які былі па каналу Беларусь адзін, і на сустрэчах, пра размовах, канешні, мы гаворым правду. Вы основным крытыкуецца, яго нават, скажам так, фізічны станы, яго не... Патрэбуйці на пенсію. Мы крытыкуем палітыку, і тэ дзене, які сёня ўлады прапаную. А сёня тое, што яны прапануюць, і она нічога не прапануюць, ніяка альтернатывы. Гэта і самая галовная праблема, што людзі жывуць дрэнна, тось ўсі отшываюць, што сёняшній застой – гэта крызіс, але ўлады нічога не прапануюць. А гэта бездзейна сёня, каштуе для нас вельмі дорага. Я крытыкую ягу палітыку. Што сабіцца вылічыць галовныя праблема ўсёганого керавання? Зразуміла, што ён фактична праймае рашэнні па большэсті, я думаю, справа ў рэспубляцы. Так сёня вядовочна, што ні ўлада, ні ўрад, ні працтавнікі парламенту, ні мясцовые дэпутаты не чуюць сёня людзей. Чаму такі трэнт вялікі на пірамены застаецца? Таму што жыцьё за апошні 10 гадоў пагаршайцца, а ўлада не чуюць. А колькі дэмократычных было ініціатыв, звязаных із тым, што ўлада павіна міняцца, яна павіна быць празрыстай, і паляпшацца павіна быць умовы для частнага і приватнага бізнасу, так? Вось, но гэтага не чуюць. І вось гэта самая галовная праблема. Але у программе Александра Лукачанкі ёсць таксама гэтая записы, яны ў шма такіх моментах збліжаны таксама да вашай праграмы. Як вы думаете, чаму людзі павінны, наприклад, павінаць вам, абсултно новому чалавеку, а не хай сабе і дыктатор, як яго называюць ў свєці, і часто беларусы, але каторе за 20 гадону паказав, што неяк там людзі выжываюць, так? Вы правяльна сказали. Выжываюць. А сёня людзі хацяць, жадаюць жыць годна. Ось гэта самая галодна. І сёня ўже ўе дае, мы пералішували усе абяцаня Александра Лукашэнка, і ныне выконываюць. І сёня відавочна, што ён хоче затрымацца на гэтай пасадзі яшчэ. Но толькі мы, людзі, аб'яднавшыся, можым абраць сабе новага керамніка краіны. Але вы сказали про тренд, які нибы тоісно тренд на піраміны. Про то, што людзі жадаюць. Але я бачу ў Беларусі більш апатыю. Разумеецца? То есть не жадання людзей, не вері людзей ні в той, што пропановая влада, а не в той, што пропановая апазіцію, дадзі нам выпадку «вы». Відаеці, апаты яна з таго, што мало інформацій, канешні. І я сёня ў сваім першім слові сказала про гэта, што дзержавны, а ся рот сродкі масавыя інформація робіт ўсё, каб гэтае выбары прайшлі безальтернатыванного для громадзянов, што б яны не зауважылі. Єсь сёня віпадкі такі, як у Мікашэвічах, як у Белынычах, дзі мы праводзіли сустрэчу з кандыдатом Татьяной Караткевич, і людзі падыходзіли і казали, відаеці, там, дырэктор школы забараніла нам істі на вашу сустрэчу. Дырэктор предприємства «Граніт» і ўсё керавніцтва таксама папярэдзіла сваіх людзей, каб яны не хадзіли на сустрэчу. І я прагэта кажу, што сёня вось улады достаткова піліць і уплывая на альтернатывного кандыдата Татьяну Караткевич, каб яго не зауважылі. А якім аргументам падчас сустрэч з выбрасамі вы здольныя пяраканась у чалавека быць па вашым боку? Гэта некі аргументы экономічны, палітычны. Калібус, гэта адным сказам сказаць. Жалочы можы быць, гендерны, як цепер модны казаць, так? Зміця, просто вы, каліб хоць раз пабылі на мае сустрэчі, да? Вы зразумелі, што людзі, які приходзі... Мы зараз разом з вами, спорані Татьяну. Людзі, які приходзі на сустрэчу, і вони уже готовы приголосовать за Татьяну Короткевичу. І вони просто хотіли бы медь шанс і махчымасть ось так навпрост с кандидатом повітацца, поразмовляць, рассказать свою гісторую. Ты маешь еще питанье? Бо я хотів би запросити до нашої розмови, нашу студію, запросити якраз нашу публіку, яка зараз зможе задать питанье до Татьяны Короткевичу. Павел Станевський, Город Гродно, Партия «Справедливый мир». Татьяна, у мене такой вопрос. Кого на данный момент ви считаєте із политических партий либо движений своїм союзником, а кого – противником? І почему? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я не вижу сегодня врагів внутри оппозиції. У меня сегодня есть… Я член социал-демократической партии, и эта партия приняла, есть решение президиуму поддержать стратегию народного референдума и в ней выдвижение Татьяны Короткевич. У меня сегодня в союзниках моя организация, в которой я активно работаю, это «Говори правду». У меня в союзниках сегодня «Рух за свободу», которая берет на себя часть работы, которая связана с идеей народного референдума, гражданский проект. У меня сегодня, я знаю, в Гродно, есть активисты из других партий, которые помогали собирать подписи и участвуют в агитации. Ну, я могу еще, наверное, перечислять, но и также у меня в моем… скажем, мои сторонники, это также представители гражданского общества, которые меня поддерживают. Противники? У меня нет сегодня противников. У меня есть сегодня главная задача, для которой я не ищу противников. Я бы хотела, чтобы та программа, которую сегодня я представляю, Татьяна Короткевич, а в 2016 году будут представлять депутаты парламента, демократическое сообщество, собрали как можно больше максимальную поддержку программе мирных перемен. Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Игорь, я представляю Новополоцк, белорусскую социал-демократическую партию. У меня такой вопрос. Какие экономические реформы, именно экономические, а не социальные или политические, вы готовы продвинуть, если станете вдруг президентом? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Экономический блок в моей программе самый первый, он самый важный сегодня для всех жителей, граждан страны. Он включает в себя несколько направлений. Мы сегодня говорим, что нужно остановить, поддерживать те предприятия, которые являются дотационными. Это сегодня очень дорого для страны. И одновременно дать поддержку частному сектору, развивать частный сектор экономики, поддерживать те отрасли, которые сегодня уже показывают точки роста. А что для этого нужно сделать, скажете вы? Что конкретно нужно сделать? Начать, я думаю, надо с того, чтобы упорядочить законодательство, сделать так, чтобы бизнесу и частному сектору было легче работать, было меньше ограничений. Таких, например, как последнее распоряжение правительства 666 на ограничение импорта и других постановлений, которые есть и в Министерстве торговли, и в Министерстве промышленности. Эксперты сегодня, которые в моей команде работают, и внешние эксперты говорят, что даже если мы сделаем законодательство по отношению к частному бизнесу, благоприятным, мы уже получим от 2 до 7% больше прибыли и доходов, чем сейчас. И также в нашей программе прописано то, что мы хотим, чтобы наше законодательство было устойчиво и благоприятно для внешних инвестиций и для внутренних. И, конечно, делаем ставку на развитие регионов. Ирина Давидович, объединенная гражданская партия. В вашей программе есть такие слова «снижение диктатуры государства в отношении деятельности предприятий всех форм собственности». Как вы понимаете слово «снижение диктатуры»? На мой пухля, «снижение диктатуры» она або есть, або я ее нема той диктатуры. Это означает, что свободы не будет для бизнеса? Дякую за вопрос, мне не подается, я только что на его отказала. Нет, конкретное слово «диктатура». Диктат державы. Конечно, диктат. У нас все сегодня подпроковывается указу одного человека. Ни парламенты, ни урад не представляют интересы приватного бизнеса. И они покинуты. И мы кажем про то, что треба снять аковы, обмежавания для приватного бизнеса. Як вы разумеете чиновенство, которое привыкло користаться в этой золотой жилой? Вы имеете на увазе, что они одразу станутся сумленными, честными и не будут выкористовывать это в своих интересах, если вы только допускаете чуть-чуть снижение диктатуры? Я бы хотела в уголе сделать свободную простору для приватной инициативы, для деловой инициативы. И другая пропонова у нас для чиновенства, и она связана как раз с тем, как минимизовать контакты бизнеса и чиновника. Вот, сделать как много больше спрощенных формов коммуникаций. Кабьяны не сустракались и не было махчымасцю поплывать на домовы тех или иных домовов, проектов и так далее. Вот это самое важное для нас. Черговая особа задает питание. Подоходьте, представляйтеся. Вадим Болина, Институт Политичная Сфера. Допустим, вы стали президентом Беларуси. Будете вы выходить с Евразийского Союза и ОДКБ. И когда будете, то каким чином вы это будете делать? Вадим, дякую за питание. И оно связано с нашей программой по развитию международных взносин, где мы кажем, что Беларусь должна иметь сбалансованные международные взносины с усими краинами, с уседками. И, конечно, все иснующие домовы, которые есть помимо Беларусью и России, мы лечим, что их нужно переглядеть. Но только с того пункта гляжения, чтобы эти домовы отвечали нашим национальным интересам. Я лечу, что это нужно работать мирно, вельми поступово. У нас есть таможенный союз. Люди недовольны с тем, как он спрацовывает. После того, как мы уступили, мы теперь оплачиваем пошлину на великие покупки такие, что дорогие, что уже перестали покупать данные машины в Европе. А это был наш бренд таки. И люди этим корыстались. Есть так само скарги на то, что, когда мы уступали в Евразийский союз, нам казали, что наша продукция будет там продаваться. Или она не продается. Напрашивается сегодня ревизия этих отношений. Но это не означает, что мы будем их разрушать. Будем их развивать. Так, как они на нас працавали. На наши интересы. Добрый день, Татьяна. Меня зовут Нина Турчина. Я снова Полоска, представляю независимый профсоюз. Меня, конечно, как профсоюзник очень волнует один вопрос. Как вы поступите с контрактной системой, которая сейчас у нас существует поголовная, при найме на работу? Нина, спасибо большое. В моей программе есть хороший блок, который касается социальной защиты. Мы говорим о том, что, да, если мы сегодня остановим деятельность предприятий зомби, мы сможем платить хорошее пособие. Но сегодня есть и другие нарушения в сфере прав трудящихся. И они связаны с контрактной системой. Сегодня нет ничего плохого, потому что была контрактная система или система коллективного договора долгосрочного или бессрочного. Плохо другое, что сегодня директора и управленцы манипулируют этими договорами. Сегодня происходит оптимизация, а людей никто не может защитить. Сегодня моя соседка перед тем, как я сюда ехала, пришла и сказала, говорит, Татьяна, меня два месяца назад сократили, уволили. Закончился контракт. И таких людей 18. Два месяца прошло, она стоит на бирже, она инженер, у нее высококвалифицированная профессия и опыт в работе. Ей ничего не предлагают, кроме пособия в 150 тысяч рублей. Поэтому поддержать сегодня, дать инициативу развития независимому профсоюзу это важная задача для будущего Беларуси. Криласка, подоходьте до микрофона, ожидаючи. Олег Ромашкевич, Гродно, БСДП. Шановный кандидат, скажите, Криласка, як вы относитесь до того, что правящий режим на Беларуси выкористовывает вашу выборчую кампанию для того, как забезпечить явку людей на выборчей участке? Дякую тебе за питание. Сегодня я, Татьяна Короткевич, и моя команда, и те люди, которые меня сегодня подтримали, выкористовываем гэту президентскую кампанию к Абдонестии до людей той факт, что альтернатива есть, что мы усе сегодня стомилися и жадаем пирамену. Татьяна, витаю вас. Я Валентина Болбат с Верхнедвинском. Раблю належное той працей, которую зараз вы проводите. У меня будет питание, як буду складываться ваши дальнейшие взаимодносенные стасунки с социал-демократичной партой, якая зарабила перший крок о вашем улучшении, али потом сошла убок. И другое питание. Сегодня я представляю сетку жанночных организаций, якая звернулась до кандидатов за заворотом по тих проблемах, питаниях, які найбольш важные. Вы были одна и перша з тих, кто азвался. Шаргу питаниям там есть одно, якое мне крыное. Чому сегодня белорусская жанчина и на якой трымается наше громадство, якая робит таки великий унесок у развития Украины просить по трабое неких квотов. Ну, наприклад, на 30% свой удел у деянности парламенту. Дякую. Дякую вам. Дякую великое запытание. Хочу сказать, что я сябра социал-демократичной партии, громада, и застануся сябром к этой партии, и буду протягивать надалей супрацию, якая была и есть. И сябровство, конечно. что тычет положение жанчинов в нашем громадстве, то я хочу отзначить одно, что наши жанчины сегодня вельми высокие позиции имеют в нашем громадстве. Генны просто не до конца это разумеют. У нас есть министр жанчина, у нас шмат жанчинов займают керовнейшие посады, больше 48%. Жанчины в парламенте и их повинно стать больше. Я за то, как не было клубота, как была ровность и ровная большинность. Протягиваем задавать питание. Скажите, кали ласка, Данута, Дьяченко, Бабруйск, без партийна, скажите, у выпадку вашей перемоги, як буде выращаться мовная питание? Меня гэта вельми хваливаю. Дякую за питание. Я хочу сказать, что гэта питание хвалюю шмат людей. Зауседы на сустречах знаходзіцца адзін чалавек, який задае гэта питание, а что буде с нашей родной мовой? Я даю такі адказ. У нас две державные мовы, але сёня беларускай в Занепаде. И треба ее подтрымать. И подтрымать такими кроками, які мы прописали у своей программы. Программе дякуючи товариству беларускай мови. Я не пропонавалі, і мы включили программу тое, що треба інститут, университет беларускай мовы унутри столицы. Треба спыніть тое, що у нас зачиняються школы по-беларусі. І шмат із їх беларускай мовны. Так само варто зробіть підтрымку тих культурницких проєктів, які сьогодні єсть, тих шмат молоді професіоналів переводзіць іностранну літературу, дубліруюць фільми на беларускай мові. І так само лічу, що новий президент повіннен розбавляць на беларускай мові і толькі. І, канішні, ті посади сьогодні, публічні, повінні ідеальні володати, максимальні володати беларускай і російській мові, як давати приклад. Сьогодні мовне питання, вільми далікатне. І всі ті меры, які треба робити, повінні робитися без гвалту. Вільми аккуратно. Здравствуйте. Євгений Васькович, газета «Бобруський кур'єр». Татьяна Николаївна, какое именно у вас отношення к сексуальним меньшинствам? І готовы ли ви, в случае избрання вас президентом Республіки Беларусь, предоставити їм полный спектр демократичніх прав і свобод? Спасіма. Дякую за питання. Але я лічу, што гэта сьогодні не самая головнае питання для країны і для більшісті людей. І не адзін чоловік у якісі президента повінен вирішаць гэтае питання. Я спадзюся, ми вибім нового президента, новий парламент, хай гэта будзе працтавніші парламент, у якім можуть даскатавацься гэтае темы і праблемы. Але мені падається сьогодні аграмасто дай гэта га не гатова. Ірина Яскевич, Беларуский профсоюз вместе, профсоюз не зарегістрированний на страни, но признанный на международному уравні. Сначала хочу сказати вам спасіба за то, что вы ответили на наш опросник. І не буду лукавить не перед вами, не перед теми, хто увидит. Я хорошо знаю, що дальше 11 октября ви більше не будете на трибунах в качестве кандидата либо президента. Мой вопрос заключається в чём? Вот тот месяц, который остался у вас, на що ви його потратите, понимая, що президентом вам не стати, але вопросы решати надо? Тридень фактично застанься. Тридень, так. Отказ відовочний. Я хочу до більшої колькості людей донести, що альтернатива є. Гэта перша, а по-друге, що тих людей, які жадають мирних піраменів, їх так само шмат. Гэта самая головна. Пожалуйста. Татьяна, вітаю. Вадим Мажейко, Либеральний клуб. Уявим, що ви промагли, у вас єсть улада, як проводити реформы. Мені цікаво, кого б ви запросили людей з досвідом, международним досвідом проведення реформы, политику, експертів, кого б ви запросили допомагати вам в цьому проведенні? Які реформы, які галінах, із яких країнів може вас натхняють? Дякую велике запытання. Я хочу сказати, що нам тяжко сьогодні казаць по персоналях, але у нас єсть принципы формування команды. Перша, ми хотіли б пакінуть тих людей, які сьогодні професіоналы і працююць у сфері державного керівництва і в міністерствах. Треба просто дати махчымаць. Па-друге, запросить тих представників бінаса, які сьогодні паспяховы, і па-третье, запросить тих людей, які з'їхали з Беларусі і стали паспяховыя за міжой. Сьогодні, відовочна, моя программа, гэта не ноу-хау, не што нове. Все експерты, з якими сьогодні ми маєм контакт, не кажуть, што внутри міністерству і транспорту, і экономіки, і гандлю, і єсть уже программы необхідних реформів. У нас былі некалькі разов простамніки МВФ і яны разом распрацовували гэты пакет реформів для усіх галінов нашої экономіки. У нас не хапає тільки однаку – політична воля. А моя задача сьогодні, я бачу вельми просто, зробити так, як дві рі держави відчинилися для професіоналів. Вось, як яны могли реалізоваться, і ми були впевнені в тим, що у нас єсть, будучиня, і ми самі можем їй зробити більш впевнені. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Скажіть, коли ви станете президентом, государство як-то буде допомогати цим женщинам воспитувати, расти дітей, ну і, звісно, самореалізоватися? Мой ответ однозначно – да. Але для цього треба вибрати нового президента. Я смотрела недавно проєкт бюджета на 2015 год, і основна статья, яка буде урезати, це підтримка беларусських семей. Це треба змінити. Треба зробити так, щоб соціальна підтримка в нашому государстві була не словами, а реальним делом. Каласка, ще маємо два питання, тому сподарю, каласка, і хтось цеплятуйте сяда, апошне слова, так би мовець. Вадим Смок, інститут політична сфера. Скажіть, каласка, що стане з Александром Лукашенком пасля таго, як ви пройдесять до влади? Дякую, Амелька. Да, я вже ранее сказала, на пенсію пойду, він же пенсіонер, але я б хотіла створити такі умови, щоб гэты люди, Лукашенка, і ті люди, які його підтримлюють, засталися внутрі країни. Щоб я не з'їхали. Тоби ви повинні заборону нікую зробити? Тому що я лічу, що шмат людей мають до їх питання, до тих людей, які були уладні. І так само у мене єсь такі питання. Але усі претензії, які сьогодні є до Лукашенка і до його команди, повинні выращацься і у суді, в незалежній суді. І єсь ще один момент, чому я виглядаю таку мирну па гэтаму питання. А справа тим, що нас нема часу на той, якаб займаця внутріними розборками. Кожен день, мы губляем шмат яких махчимостей встать на ноги, почать зараблять самим, отдавать те долги, которые сегодня растут у каждого у нас и только так мы сможем выбудовать нашу будущую Олег Квитинский Витебск, Говори Правду всем очевидно, что нужны реформы что реформы надо проводить, реформы требуют денег Татьяна, вот когда вы станете президентом где вы планируете брать деньги на эти реформы? Спасибо, Олег, большое вопрос очень часто звучит но мне кажется, я уже на него отвечала но могу еще раз ответить нам говорят, что денег нет, денег нет но они есть, эти деньги есть деньги на то, чтобы поддерживать неэффективные программы государственные есть деньги на то, чтобы поддерживать неэффективные сегодня предприятия которые еще в свою очередь скрывают свою прибыль мы сегодня считаем, что остановив эти неэффективные растраты перераспределив бюджет мы сможем найти эти деньги есть еще один фактор, про который я говорила много раз о том, что у нас должно быть устойчивое законодательство которое не меняется одним человеком это позволит нам привлечь деньги инвесторов и фондов, которые могут нам в будущем помочь а также будет способствовать тому чтобы те сегодня внутренние инвесторы также могли возможность имели возможность вкладывать в белорусский бизнес сегодня никому, ни для кого не секрет что те предприятия, те бизнесмены, которые успешны они не держат активы Беларусь а устойчивое законодательство будет этому способствовать спасибо большое, господин Татьяне и нашей публике за вопросы, которые они задали и спадемся на все вычерпальные отказы, которые были дадены господин Татьяне а мы хотели бы еще протягнуть эту дискуссию и несколько вопросов от нас господин Татьяне, мне вот два вопроса, которые возникли после коммуникации с нашей публикой сегодня скажите, кто ваша команда? кто вместе с вами будет изменять Беларусь? когда вы, когда вы ударите этот суд и вы придете до влады и кто допомагает вам разом с программами с усим карцем? Змитер, не знаю, где вы были но мне, кажется, два вопроса назад было бы отказано на это вопрос но ничего, я готова еще раз подтвердить что у нас есть, конечно, в команде и в моих доверенных людей я бы попросила работать дальше в моей команде, как президента но сегодня мы кажем про то, что треба отшинить дверы державы для профессионалов потому что у нас есть принципы формования этой команды у нее останутся те державные, дети, которые сегодня работают и готовы надалей працевать профессионалы а те, кто сегодня по спахову бизнесе и они готовы и далее протягивать працевать на корызь краины и хотели бы створить такие умовы как люди за мяжи вернулися в Беларусь и разом с нами помогали выходить к краине из кризиса я еще одно питание, которое выникало вот тут из реплики одного из подарков хотя из подарка я пытался правомову а у меня такое питание покольки формат мовны у меня на увазе двух мов я была уведена у вынику референдума який внутри краины даже частными чальцами суда консильного не был признанным законным и про это международное сопольное сады заявляла и внутри краины политика и оппозиция была ведомая голодовка вы казали что двух мовы есть то бок вы не забираете анульовывать незаконный референдум який отбылся на суперконституции потому что это было просто пакетом вернуть это так это тысяч и национальных символов там еще несколько вопросов прошло шмат годов шмат чего изменилось а самое главное нужно изменить практику того, что один человек выращает вельми важное пытание это сегодня да, это сегодня те пытания якие разъедновывают грамадство есть те, кто однозначно кажут, что да, треба одна белорусская мова и она повинна быть одзина и державна а есть шмат еще так само тых, кто кажут что повинна застаться двух мове тому я в эту отказность хочу передать парламенту будучему потому что по гэтых пытанях треба дискусии треба, как мы объединялись в этом пытании вот ным за своих отказов и кое отычелось международные политики вы казали что варто переглядзить все международные пагаднения домовые якие якие не отпаведают национальным интересам Беларуси то я хочу вас запытаться чем заключается этот национальный интерес Беларуси на ваш погляд пагад с запущенным диктатором, да? А краина, где живут поспеховые люди. Ну, что не так сегодня? Мы уже навод не краина с запущенным диктатором. Что сегодня не так у нас, на ваш взгляд? Смать шага. А самое главное, я гучила на самом початку. Сегодня у нас экономичный кризис, а деяча улада, якая не подтримливается большинству людей, ничего не пропонувает. Сегодня у нас двухмовая, есть белорусская и русская, а для белорусской не развивается сегодня мова, мало людей на ее говорить, так? Сегодня у нас нема одинства внутри краины ни по кожному пытанию. Его нема. А мы далее пойдем худшей развиваться, коли мы разом обозначимся, як нам развиваться надалей, якой будет домовица, якой будет наша краина. Я еще хотел бы почувствовать меркование односновусь вектора Беларуси. Где наш прыгла, где та перспектива? Гэта все ж таки Европа, ци контакт с Россией тесный. Наш вектор – гэта незалежная Беларусь, якая мая тесные стасунки із России, із Евразвязом. Коли все казали про то, что нам треба так зробить, как большинство Европы з ея каштоуностями и принципами демократичными были внутри нашей краины. Я за это выступаю. Господин Татьяна, але реальность не такая, что наш усходний сусед – это фактичная краина-агрессор. Тут нагадаем Приднестрову, нагадаем Грузию, нагадаем теперь Украину. Вы выказывалися супраць российских базов Беларуси, по сути, супраць увогули баз замежных держав. Але ци у такой ситуации, якая пынулась Беларусь сёння, ну, скажем, гипотетично знову ж, вы президент, і нам треба забеспечить свою безпеку у Беларуси, так? І гэта можна зробить толькі дзякуючы замежным партнёрам з іншыга боку. Це не так гэта? У нас ёсць артыкл Конституции, який кажыць про то, што Беларусь имкнется до военного нейтрального статусу. І вось нам треба толькі зробить так, каб наши рашэйні внутри краины адповядалі гэтаму артыкулу. Та мы ему кажым, што ў будучыні у нас не павінна быць росейських базов, і гэта вельмі простая рашэння, гэта супяраэчыць нашай Конституции. Але ў нас ёсць два аб'екта, вось, росейських, і мы лічым, што ў 2020 годзе, калі сканчываецца дамова на размешэння гэтых росейських аб'ектаў, мы мусім пераглядзець их і надалей не падтрымліваць гэтую дамову. У нас не засталося практична часу. Тацяна, 90 секунд ў вас ёсць на заканчэння звернуцца даглядачоў нашай студі і таксама даглядачоў Белсат. Дзякую, Велікі. Дзякую, што далі такую махчымасць выказацца, выслухаць ваше пытання, на сёня все важныя для нас. Сёня, дзякуючу гэтай кампаніі, я зразумела, што тых людзей, які сёня хочуть мирных піраменав, их шмат. Самая важная сёня, што мы повинны зарабіць, зарабіць так, а па 12-го кастрычника. Мы ўсе пришли на выборчаў участкі і паказали, што мы выбираем не старую уладу, а новую уладу, новую каманду і новые падыходы. Так, я ведаю, што галасы не лічыцца, але створивши максимальну колькаць патрымкі тых людей, які сёня кажуть, што яны за мирные пірамены, мы зможем их добіцца. Сёня нам патрыбны мирные пірамены, сёня нам патрыбны другі тур і пірамога. Дякую велікі. І на гэтых словах, Таціан Икаратківич, мы заканчуваў сёня нашу дискусію. Дякую Таціані за ўдзел, дякую шанованай публіце, дякую глядачам Білсавта. Бывайте свадарства і заставайтеся разом з нашым телеканалом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин